Я сначала поясню для многих наших посетителей, читателей, зрителей, поскольку видео, что слово дрожжа, которое вы использовали, это примерно переводится как разъяснение, некая мысль, некоторые рассуждения. Вы использовали еврейское слово, я хотел бы сейчас разъяснить. А теперь по сути дела. Я слышал об этом, но только в рамках слуха, я никогда не читал это в книгах, которые изданы от его имени, потому что у Винницкого Гаона немного книг, у него больше замечаний на полях. Обычно одним словом замечание решает проблему, над которым думали сотни и, может быть, даже больше людей. А он писал одно слово, и все становилось ясно. Его не зря назвали Гаон. Гаон. Гаон это значит неестественно великий, от слова Геэ, то есть очень великий. А Винницкий, потому что был из города Вильна в Литве и жил примерно 200 с чем-то лет тому назад. А имя его было Ильягу. То есть Ильягу из Вильна. Исключительный человек, но это не наша тема. Так вот он как будто бы так сказал. Но я повторяю, я сам этого не видел и не читал, а только слышал на уровне слух. Но мы сейчас убедимся, что это не имеет значения. Потому что если немножко учить Тору, скажем, 20, 30, 40 лет, то можно к этому прийти самому. Я даже объясню это. Это никак не уменьшает мысль Вильницкого Гаона. Я просто объясню, что эта мысль очевидная при изучении Тора. Она не какая-то исключительная. Она звучит невероятно даже. В одном слове закодировано, столько много. Все даже, но на самом деле, все элементарно. Чтобы понять это, нужно просто понять, что такое Тор. Вот мы знаем, как текст, это пятикнижие Моисея, как говорится. Но это текст, это внешний вид Тора. Содержатель на Тора это способ, программа, если угодно, способ. Как можно исправить духовную поломку в мире, который Всевышний специально, так сказать, если так можно выразиться, о нем. Тяжело очень говорить про Творца мира. Он не человек, и он не что, что мы понимаем. Поэтому очень тяжело говорить. Но если так на языке людей будем говорить, так я скажу, что он как бы в каком-то смысле специально внес, создал мир, допустил, чтобы там были поломки космической силы. Адам, создал человека, дал ему задание это исправить, Адам. Адам, как мы знаем, не справился. И потом, через 20 поколений, это перешло к нашему праотцу, первому еврею на земле, Аврааму. И от него уже, к его потомкам, к нам. Мы этим занимаемся. Мы занимаемся исправлением мира. Нам даже отпустили время. Нам сказали, как это делать. Для этого была выпущена в мир, из духовных миров, в наш мир. Пришла Тора, которую мы в физическом мире видим, как текст из букв состоящего. И для того, чтобы знать, что делать и как делать. И, конечно, текст этот окружен устной Турой. И тогда у нас полный комплект. Там есть все. Мы не все понимаем и знаем. Есть иногда новые задачи. Мы опять же, эти новые задачи должны решать на основе того, что есть уже. Это наша жизнь, изучение, молитва и добрые дела. В этих трех словах весь секрет заложен. Так что даже в трех словах тоже много есть. Но в одном слове это удивляет. Я обещал объяснить, что это не должно нас удивлять. Тора – это внешне, это буквы и текст. Внутри – это свет Всевышнего. Он бесконечный. Теперь не надо быть математиком великим. Это на уровне школьных знаний. Чтобы знать, что бесконечность, поделенная на часть, тоже бесконечность. Поэтому текст Туры, он внутри себя содержит бесконечную мудрость, бесконечный свет. Поэтому одно слово, и, кстати, любое слово, в себе будет содержать все. Видите, как легко. Но другое дело, что надо увидеть это. Вытащить наружу. Я не видел, чтобы из первого слова Тора, или первой фразы Торы, все было вытащено наружу. Все знания и прочее. Я, конечно, видел, потому что немножко учил Тора последние 45 лет, что в третьей части книги «Зор», которая называется «Тикунэ и Зор», вся книга, это 170 листов, Вся книга построена на 70 вариациях понимания первого слова Тора, или первой фразы Тора, или перешит, как вы написали, или первой фразы Тора. 170 больших листов, в распечатанном виде это 300 страниц примерно, только посвящены одному слову и одной фразе. Так что, видите, это до Виленского ГАО. Книга «Зор», как таковая, существовала уже несколько тысяч лет, существует, а была обнародована, так назовем, как раз ровно тысячу лет назад, 900 лет тому назад. Так что, вот о чем мы говорим. Там разбираются 70 вариаций, 70 грани понимания этой мысли, что в слове «берешит» или в первой фразе Тора, заключены потрясающие вещи. Так оно и есть. Это действительно есть. Я не претендую на знания книги «Зор», но, как говорится, я его учил, и в рамках своих крупнейших маленьких знаний могу сказать, что это потрясает, действительно. Ты прямо видишь это. И то, что там это не все, как это не замечательно, там 200-300 страниц убористого текста на тему одного слова и одной фразы, это все равно не вся наша Тора. Но я вам объяснил это очень просто. Поскольку Тора бесконечна, действительно нужно привыкать к этой мысли, она бесконечна, ее мудрость бесконечна, это свет Всевышнего, то любой кусок, часть бесконечности, мы знаем из математики, тоже бесконечна. Поэтому, конечно, все есть в первом слове, и в третьем слове, и в пятом слове Тора. И в любой фразе Тора есть все. Конечно, вытащить это, это нужна большая помощь небес, глубокая мудрость, праведность, желание большое и так далее, и так далее. Но я надеюсь, что я немножко объяснил, может быть, разочаровало, не знаю. Может, вы хотели, чтобы я бы все 613 заповедей Торы рассказал. Кстати, у нас есть проект на сайте, посмотрите, 613 заповедей Торы, где все 613 заповедей рассказаны и объяснены. Это легко найти, найдете, и можете посвятить время, допустим, каждый день одну заповедь прослушать, это на видео посмотреть, или две, или три заповеди. И тогда за год-два-три у вас будет обозрение всех заповедей Торы. И все можно действительно из одного слова взять, но это очень тяжело и не нужно. Чтобы, вот тот же вы привели там намек в первой фразе на выкуп первенца, Педьона Бен называется. Важно сделать этот выкуп, важно осуществить его. Это то, что нам надо, это то, что нужно человеку. А то, что это в первом слове Торы, или в определенном месте самой Торы, прямо сказано об этом, в книге Шмот, и еще в других, в книге Дворин, я пусть и сказано это, это совершенно не важно. Конечно, интересно представить и увидеть, вот, когда вы привели пример, как как бы закодирована там заповедь Педьона Бен в первом слое Торы. Интересно, это вдохновляет, потрясает, но это не важно. Это совершенно не важно. Важно знать, что это заповедь, и ее нужно выполнить. Еще детали в шелха нарушают. А глубокие мысли на эту тему, в Талмуде, вот это надо знать. И у наших учителей, и прочее, и прочее, и прочее. И когда ты знаешь это, то тогда становится неважным. Из одного слова все выходит, все из Торы выходит. Вот это то, что, собственно, нам и надо знать. Все выходит из Торы. Всего доброго, до свидания.